В минувшие выходные во Владивостоке завершился шестой Восточноэкономический форум «Новые возможности Дальнего Востока в меняющемся мире». В рамках форума состоялось одно из главных мероприятий – пленарное заседание с участием президента Российской Федерации. На протяжении всего собрания Владимир Путин обсуждал новые стратегии развития Дальнего Востока – меры по модернизации медицины, образования и привлечения иностранных вложений. В области медицины Владимир Путин анонсировал дополнительные меры поддержки к основному ежегодному финансированию. Они будут направлены на улучшение условий работы в отдаленных и малонаселенных районах Дальнего Востока. Мы дополнительно увеличим текущие расходы на систему здравоохранения Дальнего Востока. Прежде всего, его отдаленных и малонаселенных районов. Выделим на эти цели еще более 6 миллиардов рублей ежегодно. И это только первый шаг. Второе. Договорились продлить действие единой субсидии. По этой программе на Дальнем Востоке с помощью федеральных средств уже построено 476 и отремонтировано 700 социальных объектов. Это школы, детские сады, поликлиники, спортивные центры и ФАПы. В следующем году дальневосточные субъекты Федерации получат на эту программу дополнительно порядка 20 миллиардов рублей. Из них не менее половины будут направлены на развитие инфраструктуры здравоохранения в дальневосточных регионах. В онлайн-формате в мероприятии участвовал премьер-министр Республики Индии. На форуме он сообщил, что Индия станет партнером России по освоению Северного морского пути. В 2019 году, когда я приехал во Владивосток для участия в форуме, я заявил о приверженности Индии участвовать в политике по Дальнему Востоку. Данная политика является очень важной частью нашего стратегического партнерства с Россией. Я помню детальный разговор, который состоялся у нас с вами, когда мы ехали на катере из Владивостока в судостроительную верфь «Звезда». Это было в рамках моего визита в 2019 году. Тогда вы показали мне современную судостроительную верфь «Звезда» и выразили надежду, что когда-нибудь Индия станет партнером этого замечательного предприятия. Сегодня я очень рад сообщить, что одна из крупнейших судостроительных верфей Индии станет партнером верфи «Звезда». В рамках этого партнерства будут строиться одни из самых значимых коммерческих судов в мире. В конце пленарного заседания подняли тему о возможном проведении Олимпийских игр в 2036 году во Владивостоке. О намерении стать площадкой для проведения Олимпийских игр сообщил Константин Шестаков. Также местным для проведения Олимпиады 2036 претендует стать Казань и Санкт-Петербург. Мы всегда поддерживали и надеюсь, что принципы олимпизма не будут извращаться, в том числе не будет здесь примесей политического характера. Если все будет так, как я говорю, то мы не исключаем возможности проведения Олимпийских игр Российской Федерации. И Дальний Восток, и Владивосток – это, конечно, одна из перспективных площадок. Но говорить об этом пока рановато. На этом пленарное заседание Восточного экономического форума 2021 завершилось. Владимир Путин покинул Владивосток. Мария Киреева, Олег Завялов. Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова